Дорогие друзья, я рад вас приветствовать из студии Славянской Церкви Адвентистого 7 дня города Сакраменто. Перед нами новые три месяца, новые возможности в изучении Священного Писания, и нам хотелось бы, чтобы это время вы провели вместе с нами, молять, изучая Писание и размышляя над своей жизнью. Это время мы посвятим исследованию книги «Послание в Ефес». Наше размышление будет под общим названием «Ефесяне. Следование за Иисусом во времена испытаний». И нам хотелось бы отправиться в это путешествие за духовной поддержкой, получив благословение от Господа. Дорогой Господь, Творец неба и земли, мы от всего сердца благодарны Тебе за то, что Ты открываешь для нас новые возможности в исследовании Слова Твоего. Ты вел нас до этого часа, и мы благодарны Тебе за все те истины, которые Ты нам открываешь. Просим, чтобы Дух Твой Святой пребывал с нами и дальше, когда мы будем исследовать «Послание апостола Павла в Ефес». Мы просим, чтобы Ты пребывал не только с нами тут, но и с теми людьми, которые будут слушать эту программу, Господи. Чтобы она была благословенна для многих, и была ключом к пониманию воли Твоей для нашей жизни сегодня. Помолим и просим все это во имя Иисуса Христа. И благодарим Тебе, Божий, за услышанную молитву. Аминь. Я уверен, что каждый из Вас в детстве, и, может быть, не обязательно в детстве, имел определенные увлечения, которые сохранились у Вас на всю свою жизнь. И вот вспоминая о своей жизни, я с детства любил находить какие-то большие деревья или такие большие высокие места, на которые можно было забраться, чтобы, как в том рассказе, сижу высоко и гляжу далеко. И обозреть все, что вокруг. И вот у нас в деревне в лесу, там была такая гора, и на нее еще поставили вышку военную какую-то. И вот было самое интересное, когда ты заберешься наверх этой вышки, и ты все видишь в округе, что происходит. И затем ты уже можешь смело передвигаться по лесу или по полям, потому что ты уже знаешь всю панораму, всю картину. Вот мы начинаем наше исследование, книги, послания в Эфес с обзора какого-то общей панорамы такой, общей картины, чтобы у нас сложилось общее представление, чтобы мы с вами поняли, зачем апостол писал, что это был за город, что это были за люди, как образовалась там церковь. И мне хотелось бы, чтобы именно сегодня об этом мы поговорили с вами. И в первую очередь мне хотелось, чтобы вы немножечко вспомнили, братья, что же это за город такой? Каким он был с точки зрения того времени? Экономики, религии, политики? Может быть, какие-то особенности в этом городе были? Мне кажется, это позволит нам получше понять обстановку того времени и послание, которое Павел должен был написать им. Исходя из исторических фактов, мы знаем, что Эфес был столицей Малой Азии, вот этого региона целого. Население было где-то 250 тысяч человек, то есть по тем временам это был очень большой город. Когда апостол Павел пишет свое послание, ну давайте так, не то что пишет свое послание, когда апостол Павел совершает там служение, потому что послание он пишет чуть позже, то Эфес находится, скажем так, в рассвете своей экономики. Это был город, который был портовым городом, находился на берегу моря, а также тут было пересечение очень важных сухопутных путей. Поэтому это все сопутствовало тому, что Эфес очень сильно процветал с точки зрения экономики. Ну а знаете как? Когда у тебя все в жизни хорошо, то ты не очень сильно задумываешься над своими взаимоотношениями с Богом, не очень стремишься к тому, чтобы что-то менять в жизни, потому что как бы тебя все удовлетворяет. Это был очень религиозный город, они служили Артемиде, там был храм артемидовский. Мне посчастливилось там быть, и я видел эти раскопки, статуи Артемиды, и особенно была видна вот эта улица, на которой продавалось все религиозное. Прямо так нам Тургает он рассказывал, говорит, что вот люди жили здесь же, и внизу имели лавку по дороге, где они продавали все вот это, о том, что мы читаем, потому что это был довольно-таки прибыльный бизнес в то время. И этот город, он очень интересный также еще тем, что там на то время жило очень много людей. Мы должны понимать, что в то время не было таких огромных городов, ну за исключение там Рима, Иерусалима, а городки были очень маленькие, но это он был довольно-таки большим городом, и в свое время он был буквально чуть ли не центральным. Также мы должны заметить, что там очень сильно процветала община христианская, потому что много причин было, это было, во-первых, пути пересечения и так далее, и тому подобное. Павел там в свое время очень долго провел время, но мы должны заметить, что там и Иоанн Богослов, в принципе, он там отредактировал книгу Откровения, он долго жил там, и по традициям даже Мать Иисуса там должна была быть, потому что она с Иоанном была. Интересно заметить, что в городе Ефесе было не только количественно много людей, но было еще и разнообразие этническое, там были греки, были евреи, были свободные, были рабы, были азиаты, были европейцы, и особенно в контексте восстаний, когда рабы восставали против своих господ, и было очень много разделений в обществе, то эта книга, книга о единстве, как раз и писалась вот в этом контексте, именно культурном. Тоже это важно помнить, вот откуда Павел берет этот, говорится, месседж о единстве. Подводя какой-то такой общий итог, мы видим с вами, что город входит в десятку крупнейших городов Римской Ипперии, он многонационален, он очень религиозен, потому что храм Артемида Ефески входит в одно из семи чудес света, и как вы уже подметили, здесь бизнес очень многих людей был связан с этой религией, многие люди действительно верили, он был экономически очень развит, то есть глядя на то, где, ну и скажем так, в будущем появятся там большие христианские корни благодаря общине, которая будет организована, но вот глядя на то, в каком городе христиане выбирают основать свою общину, у меня создается такое впечатление, что вот они, они не стесняются всего этого, они этого не боятся, этого вызова, они идут в центр, центр языческой религии того времени, они идут в центр экономической мысли, и научной, там между прочим огромная библиотека была в этом городе построена, и они начинают там проповедовать Евангелие, они принимают этот вызов того времени, и на протяжении предстоящих нам уроков мы увидим, как они справились с этим вызовом. Порой мы думаем, что христианство это удел, ну таких простых, скромных людей, которые ни к чему там особенному не стремятся, но понимаем, что на самом деле, кто может быть выше Господа Иисуса Христа, в Которого мы верим? А это означает, что если тебе надо постучать в какие-то двери, там каких-то власть имеющих людей, то ты очень хорошо осознаешь, что над ними есть Господь Бог, Которому я служу. Поэтому по большому счету тот трепет, переживание и волнение должны испытывать эти люди, я так выражусь, по отношению к тем, кто представляет себя как вестником Божьим. И так было во все времена, вспомните, когда были пророки, избираемые Богом на служение в еврейском народе. Хотя царь был выше по положению, но пророк мог зайти к царю и сказать, слушай, у меня к тебе есть весть от Бога. И царь с трепетом слушал, что это будет благословение или это будет проклятие, в зависимости от того, что скажет ему пророк. Поэтому это то, о чем ты говоришь по отношению к христианам. Они искали место, где проповедь будет более всего успешной, а не место, где их будут меньше всего трогать и задавать им вопросы, а почему вы именно такие и так живете. Наверное, это пример для нас сегодня. Там была синагога, там было общество иудеев. И в принципе мы видим тактику Павла, он в принципе всегда идет вот этой дорогой. Он находит иудеев, он оттуда начинает проповедь Евангелия. И потом это Евангелие распространяется. Мы позже видим, что захватывает не только потомков Авраама, но также и другие, из других народов, из начальников. Мы видим в Ефесе, что люди начали понимать эту истину и принимать ее. Хочу вам практически вопрос задать. Скажите, это как-то может нам помочь в нашем планировании евангельской работе в настоящее время? Вот опыт, который приобрели христиане в Ефесе. Интересно заметить, наш комментарий делает такое интересное сравнение, что если галатам и римлянам сравнить реформации, то Ефес — это наши дни. Получается, вот интересно, с того ракурса, что Павел писал, что мы должны поставить себя там, где самое большее взаимодействие, вот как братья говорили, взаимодействие с миром. Портовый город подразумевает собой очень много коммерческой деятельности и, вот исторически, если взять, перемена идей. Чтобы донести весь, нужно стать там, где самое большее будет соприкосновение с этим. Так что это отвечает отчасти на этот вопрос, что как бы мы должны таргетировано ставить себя там, где нас сама больше услышат, так как и подразумевается вот это, как Павел делал как бы вот с этим посланием. Ну, вы знаете, что в христианстве, или я чуть-чуть попытаюсь тебе возразить, насколько это возможно, в христианстве очень много есть идей, и они прогрессируют, и сегодня активно используются, что, ну, христианство, оно должно быть подальше от мира, тем более вот такого развратного, как Ефес, где пересечения, где религии очень мощные, вот, и торговля. Им нужно вот, чтобы они как бы были вот, ну, может быть, в условных монастырях, в условных пустынях, в условных лесах, в условных деревнях, и вот там как бы жили себе спокойно, чтобы никто не осквернял их святую жизнь. Да-да, интересно, хотелось бы в ответ дать. Наша церковь, в принципе, очень ясна в контексте водительства для церкви, что мы призваны для служения в городах, но не для жизни в них. Как бы у нас должно быть очень здравый подход к тому, что наше обитание может быть в каких-то условиях, которые позволят, например, в простом месте жить, где меньше людей, но чтобы у нас была регулярная и постоянная связь с теми людьми, которых мы хотим обратить. Так что, отчасти, вы правы, мы правы, что да, если есть возможность избегать соприкосновения с грешным миром и создавать такие условия, по крайней мере, во-первых, для наших детей, то он это стоит делать, но при этом не изолировать себя и не снимать с себя ответственности и служения непосредственно этим людям, потому что наше сердце должно быть грешником, чтобы их спасать. Спасибо большое. Ну, вообще-то мы видим, что первохристианская церковь, она именно так и работает. Они идут в храм, они идут в центр, и потом мы видим, Павел идет в Афины, в самый центр, он в города идет, там, где есть люди, там, где его будут слушать, там, где он может что-то сказать. В принципе, аскетизм и вот это монастыри, то, что ты сказал, оно пришло намного позже. Первая христианская церковь, она совсем в другом ракурсе работала. Распространение христианства, оно просто было молниеносным по всему тому миру, потому что они использовали вот эту тактику, где больше людей, туда они шли, там они проповедали. Они не скрывались, они не уходили в пустыню, они не сидели где-то в деревнях, нет, они шли туда, где есть люди. Все же устройство, общество того времени, оно было совсем другим, чем наше время. Если врать те времена, то, скажем так, 90% населения жило в деревнях, только 10% жило в городах. В наше же время это практически все да наоборот. У нас где-то 80% людей живут в городских, в городах, и только там 20% они живут в сельской местности. И города наши тоже чуть-чуть другими стали. И средства массовой информации, которые влияют на общество, они тоже стали другими. Поэтому я согласен с Ильей, что нам надо стараться искать возможности жить в местности, где на тебя нету такого сильного давления. Эта мысль тоже уже была сказана. Когда мы говорим о взрослых, состоявшихся людях, которые уже знают, какими ценностями они пользуются, к чему они идут в своей жизни, то это общество, возможно, чуть меньше будет влиять. Но главный акцент тут, наверное, это на воспитании детей. Хотя этот вопрос тоже сейчас очень непрост. Почему? Потому что соцсети, интернет, среда, она, где бы ты ни был, она влияет на тебя. Ты же не можешь отрезать себя полностью от вот этого влияния. Поэтому все же мне кажется, что вот именно время, которое мы проводим с семьей, воспитанием, общением, это то, что поможет в любых обстоятельствах сохранить веру для наших детей. Но условия тоже имеют значение. Спасибо большое. Итак, призыв, который сегодня очень часто мы слышим в церкви, назад, к временам апостольской церкви, его можно обозначить как не назад в пустыне и в пустынные места монастырей, а назад, в центр развития, в центры городов для проповеди Евангелия. Друзья мои, вы же помните из Священного Писания, что апостол Павел, который, в общем-то, и написал послание, о котором мы сегодня с вами размышляем, он был одним из, ну, не сказать, величайшим, увлекательнейшим миссионерам, который совершил несколько миссионерских путешествий. Я хотел бы, чтобы мы сегодня поговорили об этих путешествиях, потому что в этих путешествиях как раз-таки и закладывалось основание христианства в городе Эфесе. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на второе путешествие апостола Павла, но это будет первое его посещение города Эфеса, приблизительно в 52 году нашей эры, и описано оно в книге Деяния апостола 18 главе с 18 по 23 текст. Могли бы вы немножечко рассказать, что там произошло во время его первого визита, какая стратегия была у него, какая тактика, что получилось, что не получилось у апостола Павла? Ну, мы видим, что Павел приезжает в Эфес из Каринфа, и это посещение его было достаточно недолгим. Интересно и то, что он приезжает туда не один, а как мы читаем из текста, он приезжает с Акилой и Прескилой, которые и остаются там для того, чтобы дальше проповедовать Евангелие. Я так думаю, что Павел приехал туда просто оценить обстановку, ситуацию, посмотреть, какие возможности, перспективы, как люди принимают вообще весть Евангелия, и, наверное, он заметил, что по сравнению с Каринфом, где сразу это все было принято в штыки, ефесяне достаточно благосклонны были для того, чтобы принимать весть Евангелия. Я имею в виду в первую очередь иудеев, которым он проповедовал в синагоге. Поэтому он понял, что это достаточно такая благотворная почва, условия для того, чтобы нести весь Евангелие, и, оставляя там Акилу и Прескилу, он как бы начинает вот этот процесс миссионерской работы на этой территории. Кажется, что Павел мимо проходил, но хотелось бы заметить интересную вот характеристику Павла, и он напоминает лично мне некоторых людей, которых я лично сейчас знаю, они не проходят никогда, не соприкасаясь и не свидетельствую. Вот он мимо приезжал, что он сделал? А сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Получается, любое соприкосновение, неважно где, человек, он всегда ищет возможность с кем-то о чем-то поговорить. Да, может быть, мы будем надоедать людям этим, но если мы призваны к распространению вести Божьей, то следуя примерам Павла, то любая возможность, даже если мимохода мы ездим, чтобы у нас была возможность прикасаться с другими людьми, а не то, что я в командировке, меня не трогайте. Можем ли мы сегодня с вами также начинать проповедь, как апостол Павел. Приезжаем в какого-то город и идем в синагогу. Современные реалии они совсем другие, поэтому мы должны адаптироваться в то время, в котором мы живем и те методы, которые работают в наше время. Мы должны понимать, что апостол Павел, будучи уникальным евангелистом, он был еще очень хорошим бизнесменом. Он имел свой бизнес по пошиве палаток и, зная людей по бизнесу, он, в принципе, так и строил свои миссионерские путешествия. Мы видим, как он ставит, он делегирует свои поручения через других людей. Здесь он оставляет Акилу и Прескилу. То есть, даже имея короткое время, скорее всего, что ему нужно было дальше двигаться, он все-таки оставляет семя для того, чтобы оно все-таки начало работать, расти и так далее. Поэтому мы видим, что он был успешный из-за того, что он очень хорошо реагировал на местность, на время и на ситуацию, в которую он попадал. Чтобы ответить на этот вопрос, рекомендация вообще людей, социологов, которые изучают вообще, как устроен наш мир, то делается достаточно много данных, статистический анализ, этноэкономический, демографический анализ непосредственно общества. Есть люди, которые предпочитают что-то более чем другое. Например, лет 50 назад, 50-60-х, среднестатистический американец, он предпочитал правду выше или истинно выше отношений. Сейчас истина или правда, фактическая правда людям нерелевантна, им нужно отношения. Так что сможем ли мы сейчас зайти в синагогу и будем разговаривать? Во-первых, практически это невозможно, потому что евреи так слушать не будут, если это не раввин. Практически стоит анализировать и не следовать изначальным попыткам, как Павел, я сейчас пойду, тут даже есть видеоклипы, где человек заходит совершенно в чужой храм, в прямом смысле слова, в чужой монастырь со своими правилами и начинает проповедовать. Я не считаю, что это правильно, это нарушение их устоев, есть правильный подход, как к людям подойти, соотношение со временем, как хотят люди соприкасаться. В этом случае, как бы в нашем мире сейчас, это более отношение, чем поиск истины или поиск какого-то знания. Я бы хотел, знаете, что еще сказать? Понимаете, почему мы видим Павла, который приезжает в Эфес, заходит в синагогу и начинает проповедовать? Да потому, что он был учителем закона. Понимаете? Его внешний вид, его одеяние говорило о том, что он еврейский учитель закона или раввин. Поэтому, когда он приходил в синагогу, то ему предлагали проповедовать, а не то, что он там, знаете, не беря во внимание ничто, просто выходил за кафедру, как можно так сейчас сказать, и начинал проповедовать, обличать, наставлять и так далее. Нет, повторюсь, его внешний вид, его положение говорило о том, что он фарисей, учитель закона. Поэтому, это было нормально. А это означает, что если люди будут знать, что мы служители Евангелия или что мы верующие христиане, у нас, за нами будет идти, скажем так, добрая слава, доброе имя. У нас, у нас есть очень много таких примеров, где наших братьев приглашают проповедовать в баптистских церквях, в пятидесятнических церквях. Есть ли у нас такой брат, который активно тоже занимается таким служением? И, ну что ж, слава Богу. Роман, мне очень понравилась эта мысль, что вы подметили, что апостол Павел вообще шел к своим. Он был свой для них, он шел к себе домой в свой родной храм или то место, куда он привык ходить, и поэтому его там легко принимали. Поэтому, когда мы говорим, что было бы неплохо использовать методику Павла, мне понравилась мысль, которую вы подметили, что методика Павла это быть гибким, да, это изменяться в соответствии с обстоятельствами в проповеди Евангелия, не в истинах. Вот, это не радикализм, что любой ценой прийти туда, где тебя не ждут, вот я интересовал, как в чужой монастырь, и там в этом монастыре утвердить свои правила. Чаще всего это закончится очень плохо. Но если мы просим Бога мудрости, проявляем гибкость, ищем возможности, то как христиане мы должны, наверное, в первую очередь идти в христианские храмы и пробовать там начинать, если нас приглашают за кафедру, проводить евангельскую работу какую-то. Хорошо, друзья мои, ну вот, вы сказали, что апостол Павел начал, это первая встреча была, она такая, краткосрочная разведка, оставил после себя учеников. Давайте прочтем, пожалуйста, 19 главу, первые 7 текстов, и посмотрим, что вышло после того, как он оставил там учеников, и затем спустя буквально может быть год возвращается вновь в эту общину и уже, как бы скажем так, остается в ней основательно, как позже он сам скажет, на 3 года я провел у вас. Ну мы знаем, что Акила и Прискила находят там еще одного молодого человека, которого зовут Аполос, который был очень красноречив, и открыв ему как бы основание истины, они привлекают его тоже к служению. И поэтому 19 глава у нас начинается вот с краткого описания, или упоминания Аполлоса тоже. В то время, когда Аполлос был в Каринфе, Павел, пройдя через горные области, пришел в Ефес. Там он встретил нескольких учеников. «Приняли ли вы Святого Духа? Когда поверили?» спросил он их. «Мы даже и не слышали о том, что существует Святой Дух», ответили те. Тогда Павел спросил, «Во что же вы были крещены?» «В крещении Иоанна», ответили они. Павел сказал, «Крещение Иоанна было крещением покаяния. Он призывал народ верить в того, кто должен был прийти после него, то есть в Иисуса. Когда они услышали об этом, они приняли крещение во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, на них сошел Святой Дух. Они тогда начали говорить другими языками и пророчествовать. Всего их было около 12 человек». Их было всего 12 человек. Это символически такое, что Бог через апостола Павла начинает новую церковь среди язычников. Якобы таких 12 апостолов. Ну и затем мы видим из библейского текста, что апостол Павел начинает проповедовать дальше в синагоге. Он смело это делает. И происходит какая-то ситуация, на которую можно посмотреть глазами современного человека достаточно неоднозначно. Особенно те, кто помнит историю нацистской Германии, когда сжигали книги на площадях. Там произошло нечто подобное. Могли бы мы с вами рассмотреть и для себя уяснить, что это такое, насколько это правильно, сжигать книги, не кощунственно ли это? Ну в контексте вот 19 главы в «Деянии», то это была реакция народа на силу Духа Святого, которая проявилась через Павла. И в ракурсе этого, как реакция этого, они сожгли все книги, связанные с чем? Напал на всех страх и величимо было имя Господне. Многие из них, уверовавших, приходили с победой, открывая свои дела и занимающихся чарядейством, довольно многие, собрав книги и свои сожгли. Так что мы говорим о конкретной категории книг. Да, и если читать литературу, связанную с работами, как работают бесы, как говорится, Demology, то многие пишут, что очень важно в контексте плохого материала. Бывает, многие обращаются к Богу, у них есть коллекции, скажем, кино, музыки, даже других вещей. Они грешны, их нельзя использовать. И как демонстрация абсолютной преданности и обращению к Богу, то рекомендация всегда это сжечь. Потому что, когда мы переводим эту коллекцию, в этом ракурсе книги, в какую-то денежную, как говорится, мы переводим с одного в другое, но фундаментально, оно как бы остается с нами. Это как бы символически дает право невидимому этому миру иметь к этому ресурсу, в этом случае деньгам, какой-то как бы доступ. И мы еще себя привязываем к этому старому. Так что здесь, когда мы работаем с людьми, которые обращаются к Богу, то рекомендация всегда абсолютно безвозвратно избавиться от всего того, что приводило нас к темному миру или связывало к темному миру. Как бы вот эти, вот почему именно сожгли. Так что там кощунственно ничего не было, как такового. Ну, как бы это кощунственно, знаете, с какой стороны выглядит? С точки зрения простого обывателя или ценителя истории, культуры и так далее. Потому что, вот смотрите, религия, ну тоже язычество, которое было в Ефесе, это же, скажем так, было культурным составляющим этого общества. И если ты полностью уничтожаешь эту религию, то ты уничтожаешь целый пласт какой-то срез исторический этого общества. Потому что, можно так сказать, вот до этого периода они были язычниками, а дальше они стали все христианами. Если мы убираем всю информацию о язычестве, то мы, по сути, убираем историю там 200-300-1000 лет этого общества. Поэтому люди, которые занимаются исследованием истории, они говорят, ну это было глупо сжигать книги, потому что вы, по сути, уничтожаете историческую ценность вот этого общества. Но, как Илья сказал, мы смотрим на это чуть по-другому. Мы смотрим на это как на борьбу между добром и злом. И если цель наша состоит в том, чтобы проповедь Евангелия или весть о живом Боге, она распространялась все больше, а обман сатаны, он наоборот, скажем так, уменьшал свои влияния на это общество, то это совсем нормально выглядит вот в этой истории, которую мы видим. И тут есть еще один очень важный момент. Ты вспоминал нацистскую Германию, но там была очень явная такая разница. Там людей заставляли сжигать книги. И люди, то есть, посягали на имущество других людей. А здесь люди сами свои книги сжигают. То есть, они понимают, что эти книги о колдовстве, они разрушают меня, как верующего теперь человека. То есть, они уводят меня от Бога и ведут к сатане. Если я приму решение, ну, как бы, это же можно все продать, да, а на вырученные деньги там проповедовать Евангелие, то я, продавая эти книги, что делаю? Я распространяю весь сатаны. Как это можно сопоставить с моим желанием проповедовать Евангелие, а не распространять весь сатаны? Именно поэтому было принято решение, то есть, они для себя приняли это решение и уничтожат эти книги. Я там подсчитал, если перевести ту сумму денег, которая упоминается, 50 тысяч, вот, как там, драхмы, 50 тысяч серебро, мне написано, да, то на сегодняшний день это где-то 10 миллионов долларов, потому что одна драхма, это было как римские динарии, то есть, зарплата за один день. Если перевести, сколько человек зарабатывает в среднем в Соединенных Штатах Америки, то это где-то 10 миллионов долларов на сегодняшнее время, то есть, это была огромная сумма. Но посмотрите, это же они не то, что где-то прочитали и решили, слушайте, давайте мы сожжем эти книги. Мы видим, что как Господь работает. Господь работает тем, тем языком, говорит, который они понимают. Какой-то заклинател начал использовать имя Господа в своих заклинаниях. И злой дух говорит, слушай, Иисуса знаю, Павла знаю, а ты кто такой? И мы читаем эту историю, что сделался страх у того народа, который понимал, с чем они играют, и они поняли, что есть кто-то выше. То есть, это осознание пришло на фоне страха, который они увидели, потому что злой дух настолько был, одолел, что они там все испугались. Поэтому они начали искать правду. Господь иногда и страхом спасает. Поэтому мы видим, что сам Бог, Он тоже, как говорят по-английски, flexible, с одним Он говорит так, с другим Он говорит так. На том языке Он говорит, на котором ты понимаешь. Действительно, мы видим с вами, что первая часть этой главы 19 заканчивается тем, что Святой Дух наделяет особыми дарами и знаниями иностранных языков, вот этих 12, около 12 учеников, а затем мы встречаемся, как Святой Дух уже одерживает победу над злым духом. То есть, воочию происходит встреча добра и зла, и в отклик на обращение эти люди принимают решение оставить, как Писание говорит, оставить заднее, чтобы простираться вперед. Это их личный выбор, это их личное желание и побуждение. Мне очень понравилась мысль, которую вы сказали. Они не хотели даже это продавать, потому что тем самым они продолжали распространять бы эту силу. И мне кажется, это еще раз нам показывает, что заигрывание с дьяволом это не просто, ну, какие-то мифы. Это реальная сила, которая вот здесь проявила себя, скажем, потусторонняя сила с другого мира, которая проявила себя в реальности тем, что избило тех, кто пытался с ней заигрывать. И поэтому, мне кажется, люди эти, они приняли такое ризикальное решение, что они просто хотят держаться за Христа, потому что только во Христе можно держать победу над этой силой. Дальше у нас эта глава еще не заканчивается, здесь апостол Павел еще в Эфесе, и судя по всему, буквально вот текст за текстом у нас страсти накаляются, события все более радикализуются, и с 23 текста мы приходим к новому событию, там происходит мятеж. Вот, происходит мятеж, очень сильный мятеж, могли бы мы с вами вспомнить, что стало причиной этого мятежа, в общем-то, и как он повлиял на дальнейшее служение апостола Павла и на саму церковь в Эфесе. Это, наверное, закономерно стоит сказать, потому что, когда мы начинаем проповедовать весть Евангелия, то сатана не будет сидеть сложа руки, он или убежит, если видит, что он не может справиться, или же будет восставать и как-то этому всему препятствовать. Мы видим, что появляется такой человек по имени Дмитрий, который был, ну, наверное, имел бизнес, возглавлял его где-то в том регионе по продаже статуэток вот этой Артемиды и Феской. И у него был целый подряд, ну, круг подрядчиков, которые изготовляли эти статуи, и он начал понимать, что так как весь Евангелие распространяется достаточно успешно, а мы знаем, что один из главных принципов это то, что мы не должны поклоняться идолам, сделанным человеческими руками, потому что это вообще не боги, а бог, он живой, и это означает, что надо уходить от этой практики и переходить к практике поклонения богу живому. Ну и, конечно же, этот бизнес начинает страдать. И этот человек, поведя проблему свою, он начинает, скажем так, придавать ей религиозный характер, что я как бы не за деньги свои переживаю, а чтобы вот храм Артемиды и Феской не был попран, и чтобы она вообще не лишила своей славы и своего величия. И он подбивает людей вот на такой, как бы себе, восстании против этих христиан, собирает их в амфитеатре и вот происходит такой вот, такого себе рода революция вот в этой среде. Мне это напоминает историю, которая меня сильно впечатляет вот до глубины души. Один раз Джон Уэсли, по-моему, я может не уверен, а Минах ездил, ехал на лошади и понял, что несколько дней его уже никто не гонит и молится, Господь, может быть, я что-то не так делаю. И потом на него летит кирпич либо камень, кто-то там стоял, которому не нравится он, и потом он поблагодарил Бога, что на самом деле все-таки он гоним, и значит, его работа ценится. Возникает очень интересный вопрос, насколько эффективна вообще наша работа. С этого текста очень известно, что настолько был эффективен евангелизм Павла и его группы, что экономическое как бы звено этого города значительное. Настолько побоялось его, что как бы был мятеж. Насколько наш метод вообще эффективен? Чувствуем ли мы вообще, что делать? Да, может быть, мы не видим, не видим у работы Духа Святого Пожа, нашего действия, но на самом-то деле мы можем хоть что-то должны повидеть. Так что меня это вот интересно заставляет задуматься, да, я христианин, для самого ли я или христианин, или что я еще делаю и вообще, что можно измерить? Это можно измерить. Гонит ли кто-то меня за мое свидетельство или нет? Ну, давайте, смотрите, я не то, чтобы хочу успокоить, но хочу, чтобы мы могли посмотреть реально на те обстоятельства, в которых мы с вами живем. Конечно же, общество, по большому счету, в котором мы сегодня находимся, оно, скажем так, где-то там на подсознательном уровне считается христианским. Хотя сегодня нельзя сказать, что вот, особенно в Соединенных Штатах Америки это вот такое однообразное масса населения, тут все христиане. Абсолютно нет. Но именно то, что изначально это общество было христианским, оно выработало принцип терпения или свободы слова, свободы вероисповедания. И пока что этот принцип тут еще работает. Но все же, если человек, поэтому, скажем так, нам не закрывают молитвенные дома, нам не запрещают записывать программы и выпускать это все в эфир, но на личном уровне, если ты стараешься там в кругу друзей, в кругу коллег на работе, если ты стараешься исповедовать вот эти принципы практически честности, верности во всех этих деталях, то очень скоро тебе начнут задавать вопросы, что это ты какой-то не такой, как все остальные. кто-то это примет с достоинством, кто-то начнет насмехаться и тыкать пальцем. А если говорить о нас с вами, почитайте комментарии под нашей программой. Вы видите, что там не только лестные слова, но там есть очень много осуждений и, то есть, скажем, таких критических комментариев, которые, ну, то есть, тоже можно воспринимать как гонения вот таким образом, которые сегодня распространяются. Да-да, ни в коем случае гонения не являются индикатором правильной работы. Очень часто мы видим со стороны даже юридической, где люди просто по незнанию создают сами себе проблему на пустом месте. Так что в том ракурсе вот это было индикатором, что что-то происходило, но к чему ведется и церковь должна видеть просто результаты своей работы. И если мы их не видим, мы должны думать вообще, что там вообще делаем или нет. То есть, наша задача не вызывать радикальные настроения и гонения против себя, вот, да, а работать таким образом, чтобы, если это нужно будет, оно было вызвано, ну, скажем так, произошло не благодаря нашим усилиям и стараниям, скажем, как бы мы ходили и напрашивали, чтобы нас только погнали, а чтобы это произошло так, как в случае книги Деяний, которую мы читаем. Ведь вы сами сказали, друзья мои, что проповедь была настолько сильной, вы понимаете, это же мы, вы говорили мне, город огромный, 250 тысяч, храм, религия уже древняя, вы понимаете, он 400-е годы до нашей эры был построен, вот, еще при рождении Александра Македонского его там один чудик сжег, ну, как бы все спрашивали, почему Артемида не защитила, а они отвечали, ну, потому что Артемида в это время принимала роды Александра Македонского, то есть, это мифы, это мощнейшая религиозная составляющая, ну, и плюс бизнеса, который он даже Василий упоминал сегодня у нас здесь, да, это люди, которые в этом всем Иерусалим, вы увидите там, насколько там христианская инфраструктура и бизнес очень развиты, вот представьте, что Бог через своих вот этих, здесь написано, что их вообще там 12 было, ну, апостол Павел добавился, может быть, там кто-то еще, тут группа не очень большая, но их проповедь вызвала у этих людей серьезные опасения, то бишь, мы видим, что отклип был настолько сильный, да, что люди стали, или кто-то прекращал покупать, кто-то прекращал, значит, выпускать, кто-то менял свой образ жизни, да, коренным образом переходил в христианство, в эту общину, вот, и это поставило под угрозу их бизнес, ну, конечно же, они, наверное, и добавили, потому что мне нравится, что тот человек от римских властей, который приходит, в конце концов, да, он их успокаивает и говорит, друзья мои, вообще-то, такие вопросы не решаются таким нецивилизованным методом, который вы избрали, и вот здесь, как бы, Илья, наверное, как представитель юридической системы, он мог бы нам подсказать, да, то есть они призывают к закону здесь, да, если вы, если они нарушают что-то против вашего бизнеса, здесь есть суды, если они, значит, против учений, то есть тоже инстанции, где все это размышляется, и поэтому мы с вами ничего хорошего не добьемся, мне нравится, какой здесь приводит аргумент, он говорит, чтобы нас самих не объявили в том, что мы создали тут восстание какое-то. Да, говоря об этом, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что, и даже вот руководство церкви об этом говорит, именно вот, труды Елены, что не надо попросту, попросту взводить людей, нужно всегда стремиться к миру, и в ракурсе этого мне интересен очень стих, связан с связями, которых был и Павла, да, если посмотреть, вот 31 стих, также некоторые из осийских начальников, будучи друзьями, его послали к нему, просили не показываться на зрелище, вот если смотреть на очень традиционный, классический, христианский, как бы, протестантский мир, то они отказываются от любой власти, мы видим наоборот, мы не то, что мы должны интегрироваться, дружить с властями, в том смысле, чтобы для развития его инвестиционной работы, как бы, я очень аккуратно это высказываюсь, особенно, кому я говорю, понимаю, да, то особенно здесь, мы должны понимать, с кем мы работаем, где мы работаем, что были правильные разрешения для проповеди, например, и все такое, чтобы попросту нас не гнали за наше незнание. Мы помним с вами, что три года апостол Павел пробыл в Ефесе, и вот эта вся ситуация с восстанием приводит к тому, что он оставляет этот город, ему нужно отправиться в Иерусалим, вот, и уже спустя некоторое время он вновь встречается с представителями церкви Ефеса. Я хочу, чтобы мы с вами немножечко вспомнили эту встречу, и мне очень хочется, чтобы мы зачитали, вот, какую это встречу получилась, чтобы увидеть, насколько, ну, эти люди стали близки друг друг друга. Вначале, немножко предысторию, давайте вспомним, а затем, по возможности, зачитаем с вами, значит, 20 главу, с 25 текста, и можно даже до 35, потому что это такой вот очень важный отрывок. Мы видим, что апостол Павел, он, в принципе, три раза посещает Ефес. Первый раз это кратко, в 52 году, потом на протяжении трех лет, с 53 по 56 год, есть даже некоторые предположения, что Павел в это время болел, он не смог путешествовать, и даже есть некоторые моменты, он говорит, Дух Святой мне препятствовал, я хотел туда пойти, но Дух мне сказал, нет, не иди, и поэтому он оставался в Ефесе довольно-таки долго. В принципе, мы не видим больше нигде, что Павел на такой долгий период времени задерживался. То есть, в 57 году он на короткое время опять посещает окрестности Ефеса, где он вызывает, он не мог уже пойти в Ефес из-за того мятежа, ему доступ к самому городу был запрещен, скорее всего, и он встречается именно уже, вызывая пресвятеров, служителей в окрестность Ефеса, и очень теплая встреча была. Давайте, пожалуйста, прочтите мне с 25 текста 20 главы по 35, я хотел бы, чтобы мы эти тексты запечатлели, потому что, по сути, они будут основой для всего дальнейшего послания. И сейчас я знаю, что все вы, с кем я общался и кому возвещал о царстве, никогда меня больше не увидите. Поэтому я заявляю сегодня, я не повинен ни в чьей гибели, потому что я без утайки возвещал вам весь Божий план. Смотрите за собой и за всем стадом, в котором Святой Дух поставил вас руководителями, чтобы вы посли церковь Божью, которую я приобрел себе ценой своей собственной крови. Я знаю, что когда я уйду, к вам придут лютые волки, и они стада не пощадят. Даже среди вас самих появятся люди, которые станут искажать истину, чтобы увести учеников за собой. Поэтому будьте бдительны, помните, что я целых три года предупреждал со стезами день и ночь каждого из вас. Сейчас я вверяю вас Богу и славу Его благодати, которая может назидать вас и дать вам наследие среди Его святого народа. Я ни от кого не хотел брать ни серебра, ни золота, ни одежды. Вы сами знаете, что я своими руками зарабатывал на свои нужды и на нужды моих спутников. Во всем, что бы я ни делал, я показывал вам пример того, что так трудясь, мы должны помогать слабым, помня слова Господа Иисуса, блажение давать, нежели принимать. Вот какие проблемы здесь предвидит апостол Павел, решения которых он в будущем уже будет предлагать, когда отправит им свое послание? Да, мы видим, Павел понимает, что вот такой духовный рост и такое развитие, оно, к сожалению, не будет всегда сопровождать эту общину. Возможно, он уже имел опыт предыдущих средств, которые им были организованы, и он понимает, что в силу обстоятельств разных, в силу гонений, преследований, бывает, к сожалению, часто, что вера начинает ослабевать. То есть, есть две проблемы, которые, или два метода, которые сатана чаще всего использует, это кнут и пряник, или это очень благодатное время, и люди расслабляются и перестают, скажем так, относиться самоотверженно вот этим принципам и ценностям библейским, а другое, это гонение и преследование, когда люди понимают, что, наверное, это слишком дорого, надо платить за мои взаимоотношения с Богом и начинают отрекаться. Скорее всего, Павел предвидел вот эту другую сторону, потому что видел уже, мы вспоминали вот эти последние гонения, проблемы, бунт, который был в Ефесе, и он понимал, что вот что-то подобное ждет в дальнейшем и в саму общину, поэтому он предупреждает о том, чтобы люди были верны, чтобы люди были честны, но с другой стороны, он говорит о том, что будут проблемы и внутреннего характера, когда он говорит, что будут волки в овечьей шкуре и из вас самих восстанут те. Наверное, он тоже видел потенциал этой общины, он видел тех лидеров, которые, скажем так, понимали, что вот христианство, его сила и мощь, это очень хорошая платформа для того, чтобы построить себе карьеру, достичь какой-то власти, какого-то влияния, и, к сожалению, он тоже видел, что такое может произойти в этой общине. Да, отчасти, может, перефразирую, что Роман говорил, вот если суммировать весь текст, он говорит о том, как Павел заботился об общине и предупреждал о том, что не всегда так будет. Во-первых, это инструкция или демонстрация, как человек, кто заботится о стаде, как он должен заботиться, с плачем, он не упускал возвещать им волю Божию, не был он чист от крови всех, в смысле, что не то, что он там убивал всех, что он не был причиной ущерба какого-то. Получается, это абсолютно отдача этому народу, это первое предупреждение. Второе, что я вижу здесь, это предупреждение непосредственно стаду, что если, например, бывает, порой мы находимся в кругу, где мы видим, что на самом деле, скорее всего, волки во верхней шкуре, потому что они во верхней шкуре, мы их не всегда видим, что это не демонстрация настоящей церкви, это не церковь как таковая, это просто аномалия, это люди просто эксплуатируют людей, так что это предупреждение народу, что как бы настоящая церковь так не выглядит, настоящий пастух он так не делает. Как бы здесь двойной подход есть, и мне очень нравится вот именно вот дух Павла, как он заботится с плачем, с таком, как даже некоторые пишут, как мама держит ребенка и очень так нежно держит как бы и церковь. Да, такая видна отеческая забота, да, человека, который вложил душу и сердце и вынужден с ними расстаться, да, и поэтому такие последние наставления, вот тут заканчивается глава и плачем, и обниманиями, и написано, и целовали они его горячо, вот, и мы понимаем, что это было для Павла очень, очень близко и трогательно, вот это вот община, он столько в нее сил вложил. И для меня очень важен 32-й текст, потому что в этом тексте очень много слов, я хочу, чтобы вы еще раз на него обратили внимание, просто так хотя бы вскользь, потому что в нем очень много слов, которые затем мы уже встретим, когда будем изучать само послание в Эфесскую церковь. Вы знаете, что не все сегодня богословы воспринимают апостола Павла как автора этого послания и приводят множество доводов, вот, мы не считаем необходимым все их рассматривать, потому что все-таки мы доверяем Священному Писанию, и хочу, чтобы на основании Священного Писания мы могли посмотреть, как текст нам сам говорит, кто автор этого послания, и когда и откуда апостол пишет это послание к ефесской общине. Ну, первая глава, буквально первый текст, говорит нам следующее. От Павла, апостола Иисуса Христа, избранного по воле Божьей. И сегодня никто не ставит под сомнение аутентичность вот этих текстов, или, ну, этого текста в том числе. То есть, в самых ранних манускриптах эти слова есть, и тут, как бы, напрямую сказано, что это письмо пишет апостол Павел Ефесяна. Скорее всего, он пишет это письмо из Рима, где он был уже в тюрьме, скажем так. Это, наверное, то, о чем он предупреждал на той встрече, о которой Василий говорил, да, в 57-м году, что он, к сожалению, наверное, больше с ними не увидится. Говорят, что из этого места было написано несколько посланий апостола Павла, в том числе посланий в Карин и так далее. И я так думаю, что, ну, не то, что я так думаю, читая вообще послания апостола Павла, я вижу, что он всегда старался держать руку на пульсе, понимая или зная, что происходит в той или иной общине, которая была им организована. И, наверное, он получил какую-то информацию о тех обстоятельствах, которые происходят в этой общине. Поэтому вот это послание апостола Павла, оно вот просто пропитано этой заботой вдохновить, укрепить веру, поддержать, скажем так, обратить опять их внимание на Иисуса Христа, для того, чтобы они не разочаровались и не отреклись от своего следования за ним. Скорее всего, Павел в раннем своем заключении в Риме, он был как бы под домашним арестом, скорее всего. И его послание, его письма записывал Лука, мы знаем, это его был писец, потому что он не мог, мы не знаем почему, скорее всего, или с зрением у него было проблемами, или с чем-то другим, но он в некоторых местах говорит, смотрите, я своей рукой даже написал, поэтому автор является Павел, записал Лука, и четко, ясно говорится, святым в Ефесе. Да-да, хотелось бы вот упоминать наш комментарий, вот делаю маленькую оговорку, что авторство этого послания не было оспаримое только как последние сто лет, когда критический метод, как говорится, и вот и пошло оттуда. Основа того, что якобы не то, что оно полностью не Павла, что части этого послания не Павла, это первый аргумент, второй, якобы, что невозможно написать такое веселое письмо из тюрьмы. Как бы это один из аргументов, и что якобы Павел здесь конкретно никому не ссылался, следовательно, он там, наверное, и не был, это пересказ просто колоссянам. Как бы, ну опять, это критический метод, и критический метод, на то он и критический, можно свободно его тоже критиковать, как бы это хотелось бы упомянуть. Ну да, судя по всему, они плохо знали человека, который писал всегда радуясь, при этом находясь в темнице, да, и в этом послании мы видим и в третьей главе, в первом тексте он пишет, что я Павел узником Христа ради вас делался, да, и четвертая глава, и вот я узнив Господи, взываю к вам. И, значит, дальше мы встречаемся в шестой главе также о том, что Павел остается в узах, чтобы возвещать Евангелие. И сам библейский текст, само это послание, мы знаем, что это письмо, в общем-то, которое направлялось в общины, вот, и там оно читалось, зачитывалось громко, не так, что каждому члену церкви отдельное письмо выдавали, то есть выходил человек, судя по всему, тихий, который здесь упоминается в 21-м тексте, перед общиной, он зачитывал это послание, и дальше это письмо, возможно, передавалось не только в Эфес, а и в Эфесском районе, и люди могли читать эту весть и воспринимать. Мне очень хотелось бы, чтобы мы сегодня затронули, как раз мы смотрим на весь контекст с высоты птичьего полета, то мне хотелось бы, чтобы мы посмотрели, а какова же основная тема всего этого послания, и сосредоточили свое внимание на первой главе, девятом и десятом тексте. Он открыл нам тайну своей воли, он сделал это по своему доброму желанию, изначально воплощенному во Христе, чтобы в определенное время объединить все на небесах и на земле под властью Христа. Читая этот текст, ну и не только этот текст, а вообще, обращая внимание на все послания апостола Павла, мы видим, как он все старается направить внимание, ефесян, на Иисуса Христа. Он понимает, что, наверное, теперь они где-то потеряли его из вида. Знаете, это как бывает, есть в других местах, где сказано, а мы ожидали его возвращения, а его нет. Вот с тех пор, как возвещали о его скором пришествии, прошли уже годы или десятилетия, и где обетование его возвращения? То есть люди начинают разочаровываться в этой вести, потому что они не получают ожидаемого результата. И Павел старается опять направить их внимание на Иисуса Христа, что он есть, что он служит, что он заботится, что он является главой церкви, что в нем находится все наше чаяние, сила и упование. И он использует очень интересные аллегории, когда описывает церковь как тело Христа, как главу этой церкви, когда описывает церковь как девушку или суженую, или невесту Христа. То есть есть разные аллегории, которые он использует, чтобы показать, что Христос не забыл, что Христос не оставил, что он дальше любит и заботится, и он сделал все для того, чтобы землю, как вот в этом тексте было написано, объединить все на небесах и на земле. Если он столько в это вложил, отдав даже жизнь свою, то неужели он забудет о нас, живущих на этой земле? Было в это время очень много разделений. Например, раб, когда убил, секунда, один из римских сенаторов в восстании, убил, ну, как в месть, убили все 400 рабов этого сенатора. Как вы заметили, да. Восстание другое стоило там римскому войску 70 тысяч воинов. Получается, мы видим постоянные войны, особенно греко-азиаты, мы видим постоянное разделение. Вот в этом контексте Павел пишет, что единство только обретется мы в Христе. Это единственное, что может всех объединить, это Христос. И это резонирует, к сожалению, говорю, и в наше время, где наш народ делится тоже, как говорится, войной на данный момент. Как бы все ориентировано в послании Павла в единство. Как бы это не обязательно даже и сейчас, как бы это всегда было. Церковь всегда делится. Если есть человек, если есть социум, он всегда может делиться. Павел, используя здесь слово церковь, экклессия, он как бы хочет объединить всех. То есть, он не концентрируется только на эфесе, вот вам тут хорошо, вот вы вот. Нет. Он их объединяет в всемирную церковь. То есть, вот это движение, которое они начали, христианское движение, мы видим, что оно всемирное. Потому что им было бы, может быть, хорошо, они бы там сидели и все без проблем. Но Павел говорит, нет, 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 экклессия, вы всемирное. И мы видим, что он и собирает, и несет в Иерусалим. То есть, он старается связать, он посылает туда своих учеников, чтобы было контроль, чтобы посмотреть, ага, они в истине, то есть, не ушли. То есть, мы видим, что это очень важно заметить, что это не была одна поместная церковь в Ефесии. И послание не было написано только этой церкви. Это было написано церкви, как коллективная церковь, всемирная церковь. Итак, дорогие друзья, мы видим с вами, что апостол Павел пишет очень важное послание, которое по сути своей целью этого послания, как написано в 10 тексте, является желание Бога через Иисуса Христа объединить все сущее на небесах и на земле под главенством Иисуса Христа. Это послание, которое направлено на то, чтобы через символы, через методы, которые использует апостол Павел, описывая послание к Ефесиным, как церковь. С одной стороны, она говорит, это армия и обращается к воинам и военным людям. С другой стороны, она говорит, это невеста и обращается к женщинам, которые тоже находятся в пренебрежении. С третьей стороны, говорит, это тело. И мы вспоминаем рабов, которые находятся в рабстве. Или же он говорит о том, что церковь это еще и храм. И он пишет послание в тот город, где храм играет очень огромную роль. И вот в этом разрозненном мире, в котором много конфликтов, множество противления, множество несогласия друг с другом, апостол пишет послание, целью которого является весть от Бога. Бог приходит на эту землю в Иисусе Христе, чтобы объединить разных в социальном сословии, разных в социальном статусе, разных по образованию, по национальности, в одно движение верующих Иисуса Христа. Это послание очень актуальное для наших дней. И мы хотим, чтобы вы провели эти три месяца вместе с нами, изучая и применяя в своей жизни послание о единстве в Иисусе Христе. Давайте помолимся. Отец наш дорогой, Господь любящий и праведный, мы безмерно благодарны Тебе за то, что во все времена Ты использовал верных Тебе детей, чтобы проповедовать Евангелие. И сегодня мы могли еще раз убедиться, насколько дерзновенно и с какой силой Твоего Духа это делал апостол Павел и его помощники. И мы благодарны Тебе за то, что Ты даешь нам этот пример, чтобы и мы, живя в наше время, черпали силу от Тебя и проповедовали Евангелие вокруг нас, если возможно, для края земли. Пусть Твой Дух благословит нас в этом, Господи. И пусть благодаря проповеди Твоего Евангелия и встрече людей с Тобою этот мир станет единым в Тебе, нашем Господне и Спасителе, Иисусе Христе. Аминь. Аминь.